Всем привет, с Вами Вячеслав. Сегодня хотел бы поделиться своим опытом о зимней обуви для рыбалки, покатушек на снегоходе, на квадроцикле, просто для отдыха на природе. Сейчас я покажу, с чего все начиналось. Вот я тут выставил свою, как сказать, коллекцию. Самое простое, это валенки на резиновой подошве. Но чтобы не мокнуть, на озере бывает вода, там снег, от снегохода тепло идет, все это тает. Сюда одевали чехлы от УЗК и так ходили. Это вся херня. Рвется, неудобно, очень болтается на ноге, когда все это в лесу, могут сучки зацепиться, еще что-то. Потом, значит, появились вот такие бутефалы, шипованные. Когда-то это был, так скажем, верх инженерной мысли. Ну, они резиновые, довольно-таки теплые, но все равно, вот, те сапоги теплее. На шнурках они уже не промокали. Вот такие липты, ну, доставать я их не буду. Они довольно-таки тяжелые. Ну, в общем, ходили. Потом появились у меня вот такие. Фирму я не скажу. В этих сапогах я отходил лет пять. Ну, по им состоянию видно. Сначала просто для зимы, потом уже стал по осени, по весне в них на квадроцикле ездить, на снегоходе. Брал на работу. Сапоги очень легкие. Сейчас я вытащу липт. Вот такой здесь липт. Ну, он уже, как бы у меня, изношенный. Все это дело постиранное, но все равно. То есть, оно не очень толстое. Сапоги очень легкие, очень мягкие. Удобные. Проходило в них очень много. Вот, но... Потом купил вот такие. А, потом... Потом, значит, у меня были баффины. Поэтому тут, как бы, у меня такой коллекциям и промежуток. Баффина, к сожалению, у меня нету. Они настоящие баффины были. Довольно-таки дорогие. Теплые, тяжелые. Но ходить в них просто не вариант. Потому что ноги не утащить. Ездить на чем-то, да, очень тепло, сухо. Замечательно. Крепкие очень. Но ходить невыносимо. Так. Потом были куплены сапоги вот такие. Сновмен. Вот такие. В них я отходил, по-моему, два года. Вот про эти сапоги хочу сказать, что они довольно-таки легко, как бы, рвутся. Где-то у меня несколько было таких порезов, порывов, обжелезяки, об коряги. Но они очень хорошо, как бы, клеятся без проблем. Обычным моментом, вот, видно, как я тут клеил. Ничего не текет, ничего не отходит. Вот такие всякие повреждения. Ну, нормально. Так, вернемся к сновменам. Эти сапоги потеплее, чем вот эти. В них я отходил два года. То же самое и сначала и зимой, и потом на снегоходе, и потом на квадроцикле. И сейчас уже очень одевал на рыбалку в лодку. Ну, тут тоже есть на подушке повреждения, но не такие сильные. Потому что носил их, как бы, поменьше. Они теплее. Вот этих вот сапогов. Сейчас я вытащу лифт, покажу какой-то. Тут лифт уже посерьезней. Потолще такой прям. По сравнению вот с этим. Тут лифт, конечно, ну, тоненький. Это посерьезней. Никаких тут в магазинах стелек не было. То есть сюда вставлены самодельные стельки. Такие вот скупленные. Что хочу сказать. Ноги в них отпотевают, когда целый день ходишь. И... Надо, в общем, их сушить. Потому что, когда приезжаешь с рыбалки, снимаешь, тут конденсат прямо стоит. По всей площади сапог. Внизу, вверху, везде практически. Так, это мы уберем. Ну и последние были приобретены вот такие. Норфин. Если я не ошибаюсь, модель называется Юкон. В них я несколько раз уже ездил на рыбалку. Они такие, как бы, чистенькие, красивенькие пока еще. На них я остановлюсь немножко подробнее. Они довольно легкие. Примерно, ну, чуть-чуть тяжелее, чем вот эти сапоги, чем с новомена. Ну, сейчас я покажу, что у них внутри. Они сделаны уже немножко, как бы, по-другому. Сам сапог примерно такой же, как и с новомена. Но материал немножко другой. Такой поплотнее, что ли. Но довольно-таки легкие. Тут есть хитрость очень большая. Сейчас я вытащу вкладыш. Во-первых, вкладыш. Очень такой фольгированный. Очень толстый. Прям такой. Серьезный, я бы так сказал. Вот. Вкладыша. Еще есть стелька. Тоже фольгированная. Тех никаких стелек вообще нет. Ни во вкладыши, ни в самих сапогах. Сама-то подошва, как бы, такая тоненькая. И вот у нее вставляется такой вот теплый вкладыш. Вот. Но это еще не все. Тут есть очень такая интересная деталь. Вложена внутри стелька. Сейчас я ее вытащу и покажу. Вот такая стелька, на первый взгляд, обычная. Но она нифига не обычная. Она вот с такими вот, с нижней стороны, как вороночки, что ли их обозвать. Здесь маленькие дырочки, а с этой стороны большие, как бы, дырочки. Объясню, для чего она. Она имеет очень, как бы, большую роль в этих сапогах. Я уже проверил. Смысл какой. Когда нога отпотевает, в любых сапогах все равно нога отпотевает, потому что она теплая. Когда стоишь там на льду, на снегу, там, потрясательная температура сверху. И происходит конденсат, как бы, то есть между сапогом, вот, и липтом вот этим вот. И весь этот конденсат собирается, как бы, обычно внизу. Даже вот на сапогах, которые вот с новым, которые вот эти тоненькие. Приходя, приезжая, там, допустим, с леса, еще от кого-то с рыбалки, когда снимал, было такое, что даже липт примерзал к самому вот этому вот сапогу. На этих сапогах такого я пока еще не заметил. На этих сапогах вся вода, конденсат вот этот, через эти дырочки, оседает, как бы, внизу. Вот, то есть, вот там, на самом дне, и как раз он и оседает, прям, каплями такими. Я ездил последний раз на рыбалку, и по приезду я заснял эту картину. И в видео я сейчас это попробую вставить, как это все выглядит. Видно, что даже края сухие. И стелька. Сейчас мы стельку поднимем. А стелька сырая. Светим вниз. И что мы там видим? Вода. Вот стелька сверху сухая. Стелька снизу сырая. Вот. Все хитрые сапогов ношен. Так что, кто стоит перед выбором теплых зимних сапогов таких, вот я бы порекомендовал из всего вот этого многообразия. На мой взгляд, вот это пока самое, как бы, оптимальное. Притом, по ценнику, ну, они дороже, да. В два раза примерно, чем вот эти. То есть, эти я покупал в районе, там, 1800. Эти я покупал 4300, по-моему, по скидке. Ну, про эти ничего говорить не буду. Это, как бы, уже старые. Там цены совсем другие. Вот. Но разница вот от вальнок до вот таких сапогов просто огромная. Ну, на этом, наверное, все. Попробую попозже снять еще видео про костюмы. Зимние, летние, которые я использовал, которые у меня есть. Поделюсь своим, как бы, опытом. Вот. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok